Всем привет, друзья! Сегодня у меня видео с закусками. Я подобрала для вас много ярких, вкусных, аппетитных закусок к Новому году. Все закуски готовятся просто, выглядят очень эффектно. Первая закуска у меня из куриной печени. Куриную печень я предварительно отварила в подсоленной воде. Далее мне понадобится морковь и лук. Я их пассерую на сковороде с растительным маслом до готовности. Затем отправляю в чашу блендера. Сюда же отправляю печень, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, пол чайной ложки соли и все измельчаю. Сливочное масло я нарезала на вот такие кусочки маленькие. Набираю куриную печень, в центр выкладываю кусочек сливочного масла и обваливаю в предварительно обжаренном кунжуте. Получаются вот такие симпатичные шарики. Они к тому же еще очень вкусные. Обжаренный кунжут и куриная печень со сливочным маслом просто тает во рту. Приготовьте, это вкусно! Далее приготовим закуску с крабовыми палочками. С крабовых палочек снимаю весь красный слой. Белый мелко нарезаю. Чем мельче, тем лучше. Конечно, по возможности можно и измельчить. В блендере, либо натереть на терке. Яйца натираю на мелкой терке. Отправляю к крабовым палочкам. Сыр также натираю на мелкой терке. Отправляю к другим ингредиентам. И сюда же добавляю зубчик чеснока. Добавлю немного смеси перцев и немножко соли. Сюда же добавляю 2 чайные ложки майонеза. Красную часть крабовых палочек я мелко измельчаю с помощью ножа. Формирую шарики. И обваливаю в крабовых палочках. Вот такие аппетитные шарики у меня получились. А далее приготовлю закусочный пирог. Очень вкусный, который готовится проще простого. В ковороде с растительным маслом обжариваю лук. Затем добавляю фарш. Можно взять любой. Солю, перчу, довожу до готовности. Слоеное тесто. У меня дрожжевое. Немного раскатаю. И разрежу на 4 части. Сюда же выкладываю сыр. И готовый обжаренный фарш. Все это скручиваю в рулетик. И выкладываю в круглую форму. Моя форма диаметром 20 см. Вот таким образом. Сверху смазываю яйцом. Вместо фарша, кстати, в начинку можно положить и обжаренные с луком грибы. Отправляю в духовку на температуру 200 градусов на 20 минут. Как только подрумянится, пирог готов. Украшаю его помидорчиками. Готовлю следующую закуску. Беру кусочек сыра с голубой плесенью. Мелко нарезаю. Сыр отправляю в натертые яйца. Далее добавляю чайную ложку майонеза. Можно взять и сметану. Я не солю, так как сыр достаточно соленый. Теперь беру ветчину. У меня ветчина уже тонко порезанная. Выкладываю сюда листик салата. Отрезаю от листика салата кончик, чтобы он соответствовал размеру. И сворачиваю в трубочку. Накалываю шпажкой. И все. Очень вкусная закуска готова. Сочетание ингредиентов просто потрясающее. Готовлю следующую закуску. Слоеное тесто. У меня бездрожжевое. Тонко раскатываю. И формирую вот такой треугольничек. Далее я взяла шпинат. Я его предварительно разморозила. И пачку творога. Добавлю немного соли, паприки. И все хорошо перемешаю. Натру немного твердого сыра сюда же. Перемешаю еще раз. Начинка готова. Тесто я выложила на лист пергаментной бумаги. Сверху выкладываю начинку. Распределю ее. И накрываю вторым пластом теста. Защипляю края с помощью вилки. Теперь делаю веточки у елки. Каждую веточку скручиваю в жгутик. Елочку смазываю яйцом. Посыпаю кунжутом. И отправляю в духовку на температуру 200 градусов на 15 минут. И вот такая румяная красота у нас получилась. Готовится довольно просто, а получается ну очень вкусно. Просто обожаю выпечку из слоеного теста со шпинатом и творогом. Приготовьте обязательно. А далее будем готовить следующую очень простую закуску. С помощью рюмки из батона вырезаю вот такие кругляши. Слегка обжарю их на сухой сковороде. Далее мне понадобится авокадо. Вынимаю из него мякоть. И разминаю вилкой. Сюда же добавляю примерно чайную ложку лимонного сока и немного соли. Добавлю смеси перцев. И столовую ложку сметаны. Этот крем выкладываю на гренки с помощью кондитерского мешка. Можно просто выложить с помощью чайной ложечки. Далее я беру красную рыбку. У меня форель. Сворачиваю и выкладываю сверху. Вкусная простая закуска. Готово. Далее мне понадобится сыр бри с белой плесенью. Конечно, можно взять любой сыр. Но именно с этим сыром сочетание этих ингредиентов просто потрясающее. Накалываю виноградик, слегка обжаренный грецкий орех, кусочек сыра и опять виноградик. Вот такая закуска быстро, буквально за 5 минут получается. Украшу еще грецкими орешками и все готово. Быстро, вкусно, эффектно. Ну а если у вас совсем нет времени, предлагаю приготовить вот такую закуску. В тарталетки выкладываю творожный сыр, кусочек свежего огурчика, маслину и скрученную в рулетик красную рыбку. Все, вкусная закуска готова. Вкусная, эффектная, оригинальная закуска, которая обязательно придется всем по вкусу готова. Готовим следующую закуску. Для этого мне понадобятся яйца. Я их уже разделила на желтки и белки. Плавленый сырочек. В чашу блендера отправляю желтки, плавленый сырочек. Паштет. Любой паштет. У меня паштет из индейки. Все точные ингредиенты смотрите внизу под видео. И все это перебиваю с помощью блендера. Теперь выкладываю в половинки белков с помощью кондитерского мешка. Закуска получается нежнейшая, тает во рту. Приготовьте обязательно. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилась подборка вкусных и оригинальных закусок. Если да, то ставьте лайк. Готовьте на здоровье. Пока-пока.